Книга открытым оком, 6 том, вопрос 1528, тема Святая Библия. В Евангелии от Матфея мы читаем Матфея 5 глава 1 и 2 стих. Увидев народ, он вошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отвержу ста свои, учил их говоря. Почему он восходит на гору и для чего? Почему сел, а не учил стоя, как сейчас принято у преподавателей? Минтингующих против учащихся. Почему уточняется, что отвержу ста свои, учил их? В каких случаях мы можем учить, не отвязай уста? Отвечает Игнатий Тихночелапкин. Уходил Господь в уединенные места, чтобы никто не мешал вести занятия. Гора это не Монблан, а холм, более возвышенное место. Отдых это и деревья, и тень, а не чье-то потопное поле. Может быть это было и в целях конспирации от властей, туда не просто было доскакать на коне, а идущего видно издали. Ветерок на возвышенном месте, пение птиц, и Господь открывался с законом Моисею на горе. Гора знак неба. Колоссянам 3.2. О горнем помышляйте, а не о земном. Исход 24.12. И сказал Господь Моисею, взойди ко мне на гору, и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и законы, и заповеди, которые я написал для научения их. Псалом 121. Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Псалом 122.1. К тебе возвожу очи мои, живущие на небесах. Сел, потому что длительное и спокойное учение может быть и с ответами и вопросами. Это не пустынное место, и было там не полгорода людей, все происходило по-домашнему, как бы в кругу друзей. В тогдашней же Греции был обычай, чтобы учителя сидели, а ученики стояли. Смотри житие Арсения Великого 8 мая, страница 247. Цитирую. Случилось однажды, что Феодосий, император, пришел к ним в училище неожиданно во время обучения. Увидев, что сыновья его сидели, а учитель их Арсений стоял перед ними, Феодосий весьма опечатлится и сказал Арсению. Разве я так приказал? Не сказал ли я тебе, чтобы ты считал сыновей моих учениками и чадами своими, и не обращал бы внимания на то, что они царские дети? Феодосий снял сыновей своих знаки царского достоинства и насильно посадил Осирения на престол. Сыновей же своих заставил стоять перед ним. И с тех пор поступал согласно его приказанию. Поучал сыновей царских сидя в то время, как они стояли перед ним. Учить можно и не отверзая уст, то есть письменно, на машинке, на компьютере, печатать, издавать, во всех типографиях. И все это делается с замотанным ртом. Можно учить и примером, и жестами.